если битва блогеров проходит уже в четвертый раз значит это как минимум востребовано здесь по прежнему дают много новых знаний приемов продвижения здесь много знакомств и живого общения и конечно же в каждом сезоне есть свои особенности в четвертом например рекордное количество участников которые пришли в проект во второй раз а еще этот сезон прошел с особым азартом четвертая битва у нас самая амбициозная и самая прям битва из всех это реально батл потому что у нас собрались очень амбициозные наставники которые хотят вести свои команды к победе и поэтому у нас сегодня будет очень горячо и жюри предстоит сложная работа любимчиков у нас нет у нас все все очень крутые очень классные все именно личности из большой буквы да то есть каждый уникален и жюри придется очень сложно мне как организаторы не положено иметь фаворитов вот но она фавориты всегда есть кто-то из наставников вошел в проект впервые были и те кто участвует по второму и третьему разу все они успешные блогеры лидеры мнения и инфлюенсеры но и их подопечные тоже люди с интересным бэкграундом самое кайфовое когда в команде не ты лидер и наставник поглощающий все а ты вливаешься и становишься одним из я научилась очень многим фишкам потому что мы у нас не было обучения в формате я даю люди берут так тоже было но и они очень много давали я очень много взяла наша главная изюминка это наш наставник инга потому что абсолютно уникальный человек и дающий столько всем каждому безграничную любовь заботу я очень много получила обратной связи очень много было нетворкинга мы с друг другом познакомились встречались разговаривали разных вещах а самое главное своим не знаю как это сказать своим голчатам я дала супер сил на самом деле наша классная супер мега мы уверены что именно наша команда победит мы дали мощный старт я считаю энергию энергетику драйв заряд могу сказать только с их словами что они благодарили меня за искренность честность и позитив я думаю что какие то вот такие больше душевный момент я им дала понятным у нас были и лекции встречи и различные мастер-классы я им давала приглашала спикеров но я все-таки больше про душу про сердце про общение человеческое я надеюсь что у них останется приятное впечатление меня кристина очень много времени было сил потратила на нас я очень благодарна за это она приглашала других спикеров людей которые могут дать нам какую-то пользу а мне кажется мы правда прям сплотились так как сестры есть много мнений на тему можно ли научиться быть хорошим блогером но пожалуй самой объективной считается мысль о том что инструменты продвижения в сети современному человеку просто необходимы а значит и обновление своих знаний в этой области требуется постоянно прокачивать здесь можно не только себя но и свой бизнес собственно говоря что в этой битве я сделала я прокачала свой бизнес понимание каких-то правил инстаграм как это все работает что в какое время и в каком формате нужно укладывать и что сделать чтобы меня там завтра не сплокировали эти знания можно использовать не только в блогинге но и вообще в рекламе любого бизнеса и инстаграм это хорошее подвижение сейчас инстаграм это такая огромная площадка для возможности для возможности продажи для возможности реализации себя как профессионалов как предприниматель если говорить о перспективах развития проекта то кроме пятого сезона в наступающем году организаторы планируют много чего грандиозного следующего года наш проект трансформируется выходит за пределы челябинска выступать в других городах мы выходим на новый уровень это будет проект который будет по-другому называться быть немножко другой но обо всем мы расскажем уже в новом 2020 году пока интрига кстати и на этот раз большинство участников были уверены в том что главное здесь не победа но тем не менее имя победителя битвы звучит в конце каждой финальной вечеринки не исключением оказалось и это